Стратегия на годы вперед. Как в республике будет развиваться экономика, жилищно-коммунальная сфера и медицина обсуждали сегодня в Доме правительства. Перед заседанием Михаил Игнатьев посмотрел, как в Чувашии развиваются реабилитационные технологии в здравоохранении. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Лечебные возможности этой здравницы привлекают даже гостей из Москвы. Жители мегаполисов сюда приезжают часто. Так что пришла пора это медицинское учреждение модернизировать. Только в этом году инвесторы вложили более 100 миллионов рублей. У нас есть для небулайзеров все препараты, которые муколитики, бронхолитики, все под назначением врачей. Радоновые ванны, ингаляторий, барокамера, современные аппараты УЗИ. Большая часть пациентов восстанавливаются здесь после перенесенных инсультов и инфарктов. Одна из самых востребованных процедур – массаж ног и спины. Очень хорошие кольки, которые сама массируют. Сначала идет самодиагностика, состояние спины. Сама выищивает, где какая мышца напряжена, какая мышца расслаблена. Автоматически задается программа и автоматически идет массаж. Модернизация вода грязи лечебницы должна отразиться на инвестиционном климате региона, отмечает Михаил Игнатьев. Для республики медицинский туризм – приоритетная сфера. Поток пациентов у столичного санатория может быть увеличен. За три года здесь намерены благоустроить парковую зону и оборудовать новый лечебный блок. Инженерная система будет полностью подводиться новая. Это система сброса грязных простыней. В республике продолжают выстраивать новую модель медико-санитарной помощи. Развитие отрасли обсудили члены совета по инвестиционному климату и приоритетным проектам. В ближайшее время больницы перейдут на электронный документооборот. На бумаге перестанут выписывать даже справки и больничные листы. Есть и другие планы. Комфортная запись на прием врача мы должны обеспечить ей при непосредственном визите вежливую и открытую регистратору, сопровождая электронными системами управления чередями, которые напоминают систему банковского обслуживания населения, а также создать поликлинику, где можно комфортно сидеть, не тратя много времени, дожидаться приема врача. Абрабация новой модели поликлиник планируется сократить время оформления записи на прием врача не менее чем в три раза. Сроки прохождения. Первый этапа диспансеризации до двух дней. Сегодня есть у пациентов вопросы по этому поводу. В стратегии развития республики на грядущую восьмилетку расписаны и планы по повышению производительности труда. Перечень первоочередных предприятий, которые вошли в программу и предполагаемых для участия в этой программе, у нас заявлено 11 предприятий экономики. Они их выбирали по определенным требованиям, критериям вернее. Это больше 800 миллионов отгрузки должны они по году иметь, имеющие планы по модернизации. Зеленый коридор открывается и перед сферой малого бизнеса. Для предпринимателей в правительстве предлагают ввести налоговые льготы. По инвестиционному вычету я считаю, что нужно все-таки эту тему обсудить. Это все-таки связано в первую очередь с модернизацией предприятий, с покупкой нового оборудования. Поэтому у меня предложение, наверное, Министерству экономики с бизнеса сообществом обсчитать этот вопрос. Необходимо развивать и цифровую экономику. Эту задачу перед властями регионов поставил президент России Владимир Путин. Послание Федеральному собранию президента Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству выработать системные подходы к наращиванию кадровых, интеллектуальных, технологических возможностей России в области цифровой экономики. Кроме этого, мы можем обеспечить конкурентоспособность нашей экономики по ряду направлений до встречи лидерских позиций. Приоритетные проекты должны быть реализованы в отведенные сроки. В следующем году руководители ведомств представят подробные отчеты, как достигаются контрольные показатели. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.